Друзья, всем привет! С вами Сахар ТВ и прекрасная Елена. Многие из вас смотрели мой первый пранк на красной копейке, когда я разыграл Елену. И всем вам ролик залетел. И вот вы просили меня сделать еще одно свидание с Еленой. И вот, пожалуйста, Елена у нас в гостях. И сегодня нас ждет необычное приключение. Елена приехала ко мне в гости и говорит, что я хочу чего-то необычного. И я вот ей хочу устроить необычное свидание. Ну, в моем стиле. Да, как ты любишь. Так что, ребятки, пристегивайтесь. Мы начинаем. Ролик будет у нас... Кстати, ребятки, не забывайте, что все вторые свидания будут выходить именно на этом канале. На Сахар ТВ Лайв. И ссылочка на этот канал всегда есть на основном канале после ролика. А вы меня спрашиваете, где выходят вторые свидания. Они все будут на этом канале. Кстати, друзья, кто не знает, мы сейчас находимся в городе Судак. Справа от нас море, слева горы. И сегодня будет кое-что необычное. Ну, как необычное. Просто Елена любит приключения. Вот я решил ей немного устроить. Так что, ребятки, кто первый раз на нашем канале, подписывайтесь. И, конечно же, ставьте лайки. И обязательно пишите комментарии. Погнали. Ну что, мы приехали. Вижу, Елена уже в шоке. Так, нам еще к эндурикам. На эндуриках сейчас поедем. На самом деле, ребятки, я хочу взять в аренду скутера и поехать. Смотрите, у нас есть очень много красивых мест. Можно съездить в Новый Свет. Бухту Бугас. Тем более, если мы катаемся, да? Ты же любишь кататься на скутерах, говорила? Да. Значит, у нас будет приключение. Так, погнали выбирать скутера. Хотя я уже выбрал, заезжал. Ребятки, у нас здесь такой прокат в Судаке. Поселок Миндальное. Заходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, нам уже подготавливают скутера. Да. Вот такие вот хонды. Это уже нового поколения. Тоже двухместные. Здесь, видите, есть ножки куда ставить. Но я решил взять вот этих красавцев. Посмотрите, как они смотрятся. Вот белый и синий. Два скутера. И сейчас поедем кататься в Новый Свет. Еще в интересные места заедем. Здесь сразу есть под телефон. Можно поставить хорошо, удобно навигация. Также здесь в прокате очень много скутеров. Цены, кстати, недорогие. Тысяча пятьсот в сутки. Смотрите, сколько скутеров. Я их протестил уже все. Я сейчас буду тестить этот скутер. Смотрите, какой есть двухместный. Можно поставить ноги второму пассажиру удобно. И есть бардачок. Бардачок, конечно, здесь внимательно. Все по кругу. Нитралка. Потом первая, вторая, третья, четвертая. Нитралка. Первая, все по кругу. Это велосипед. Так, давайте попробуем. Нет, этот именно прогулочный. Сцепление мягкое. Он 125 кубов. Он может этот залы. Вот. Передачку вниз. Задний тормоз под правой ногой. Справа, справа, под рукой. Весь осторожно, глубоко. Ребятки, сейчас буду первый раз тестить такой скутер. Как он правильно называется? Он до Гуна-Конопер. Гуна-Конопер. А система это как называется? А? Вот это система стабилизации. Гироскоп. То есть, смотрите, вы на нем когда поворачиваете, получается, он переклоняется. Видели, всегда такие доставщики ездят на таких скутерах. Вот я сейчас тоже буду первый раз на нем ехать. Красавчик. А еще и музыка есть. Стоит у нас паркинг. Да? Да. Отпустаем. И что можно ехать. Я реально со стороны смотрю, что доставщик как будто, да? Сейчас машинка пройдет. Не, 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 не. Ветер в лесу не попадает. Как в автомобиле? У него еще японцы делают расширители вот такие, закрываются от дождя. Единственное, вот плохо, если бы два человека, мне кажется. Переделывают по два, убирают кофр, убирают эту площадку и делают по два человека. То есть цена такая же в аренду. Ребятки, это реально тема. Сюда загрузили арбузы, дыни и на пляж поехали. Еще и музычку включили. Идеально. Кстати, ссылочку на прокат скутеров я оставлю в описании. Заходите туда. Кто приезжает сюда и хочет покататься на скутере, очень удобно. Кстати, могут вас доставить сюда. То есть заедут за вами на кабриолете, привезут сюда, вы пересядете на скутер, здравствуйте. И поедете кататься. Очень удобно. Ну что, начинается инструктаж. Выдали нам шлем. Вот они, красавцы, стоят. Ребятки, вот номер. Кому нужно, запоминайте. 978-796-69-68. Что, на белом ты, да? Я шлем уже одел. Правда, плохо слышно в нем. Готово? Я, по-моему, в шлеме ни разу не ездила. Ну да. Давайте я вам кратко инструктаж проведу. Да, слушай, Елена. Так, блокировочка руля. Полностью выворачиваем руль. И полностью выворачиваем ключ. С легким нажатием. Руль у нас заблокирован. Также тут есть система старт-стоп. То есть на светофоре. Она сейчас включена. Вот так выключается. На светофоре он глохнет. Ручку газа трогайте. Он автоматически... Это как на Мерсе. Да, точно так. Нифига себе. Дальше. Сидение открывать. То есть багажное отделение. Переводим ключик в режим сим. Нажимаем и открывается багаж. Так, а там что-то лежит, кстати. Там лежат у вас чехлы для шлемов. А, чехлы еще. Дальше еще важная деталь. Левый тормоз, то есть левая ручка тормоза, это и есть задний тормоз. Но в Хонде это система комби-брейк. То есть одновременно при нажатии заднего тормоза тормозят оба колеса в соотношении 60 на 40. То есть можно... Ты поняла? Лучше тормозить вместе двумя тормозами. Только передним и не тормозим. Спасибо. Давай сначала наверх проедемся, проверишь как едет тормоза. Так, все. А ты рада? Так. 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 Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Нет... Ну что, друзья, мы добрались даже до бухты Бугаса. Из-за него примерно у нас минут 7... Зачем ты головой кручешь? Показать Бугас. У меня снимай. Ну что, друзья, хотя я уже сказал вам, ребятки, в общем, мы добрались до бухты Бугаса. И примерно мы ехали минут 7, но мы еще заезжали на озеро Бугаса. Пляж небольшой здесь. Ну, посмотрите, можно приехать прямо на машине к пляжу, поставить палатку. Вот есть даже автокемпинг здесь. Спокойно покупаться. Туда можно за гору сходить. Я много раз даю туда. А ты скупаться хочешь, да? Ну, пойдем искупаемся. Давай, плавать умеешь? Давай вот здесь. Сейчас волна пройдет, и ты будешь плыть. Давай, 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 давай. Дом, где жил капитан, так и остался. Смотрю, даже на крыше камера вот стоит на этой территории. Сразу стало видно институт. Раньше за кораблем его не видно было. Ну, быстро все травой заросло. Вот там, кстати, дальше дикие груши растут, но они еще зеленые. Всегда их здесь рвал. Здесь стоял домик. Все, давайте посмотрим, груши реально растут еще или нет. Ну, бухта Бугас, она сама по себе такая тихая, спокойная. Вот, видите, груши. Но еще зеленые, твердые. Зато смотрите, друзья, можно поставить палатку в любом месте. Места свободного много. Приезжайте, отдыхайте без интернета, без магазинов. Берите сразу с собой воду, продукты. Потому что здесь этого ничего нет. Люди приходят сюда даже ближе к вечеру. Кто-то на рыбалку. Кто-то плавает. Музыка нигде не играет. Везде спокойствие и тишина на этом пляже. Можно сходить туда за гору. Кстати, здесь проходят экскурсии. Постоянно приезжают джипы. Они заезжают даже на гору. Вот видите, сверху следы есть. Привозят экскурсии. Вот, можно пройти туда к горе, половить крабов. А вот есть деревянная лесенка. Ну, волны сегодня такие приличные здесь. Хотя, смотрите, кажется, море спокойным. А здесь звук от волны какой. Смотрите, гостиница уже построена. Она строилась много лет. Там, я смотрю, даже 6 этажей. Очень много комнат. И все они на сдачу. Ну, вот, кто-то построил себе. И теперь сдает, зарабатывает деньги. Там, вот, вверху, смотрю, еще дом будут строить. Там, вот, деревянный еще домик есть. Бухта Бугас разрастается. Ну, я же говорю, единственная проблема, это то, что нужно добираться до судака. Магазинов нет, интернет ловит плохо. Ну, а мы сейчас отправляемся в Новый Свет, да? Проедем через Судак, Генуэзскую крепость и по Серпантину в Новый Свет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот это единственное, видите, здесь нет ножки, нужно сразу на центральную подножку ставить. Субтитры сделал DimaTorzok Так, у нас здесь для шлема, смотрите, есть. Но мы здесь ненадолго. Друзья, мы сейчас находимся на смотровой. Смотрите, открывается такая бухта, видно Новый Свет. Ехали мы сюда буквально 3 минуты, да? Ну, быстро, да. Быстро очень. Смотрите, удобно припарковались на скутере. Можно спуститься, здесь находится дикий пляж, кто не знает. Я вам сейчас покажу. Вот там внизу нужно спускаться, вот там даже лестницу сделали. Я сейчас схожу на камень и покажу вам поближе. Очень красивые виды здесь. Видно всю бухту Новосветскую. Здесь у нас находится бухта любви. Давайте мы сейчас с вами поднимемся. Вот здесь, смотрите, лестница, можно спуститься спокойно. Раньше, кстати, ее не было. Здесь можно было идти просто по склону, а теперь очень удобно. Сейчас мы поднимемся с вами на камень, там открывается шикарный вид. Там, вот смотрите, тоже зоны отдыха, домики стоят. На склоне бассейн даже есть. Ну, потому что там до пляжа. А хотя вот сделали тропу, видите, на пляж можно спуститься. Море чистейшее здесь всегда. Вот один пляж. И вот второй. Мало кто про них знает, потому что вы постоянно проезжаете. Вот вы по дороге сверху едете. И сразу попадаете в новый свет. А этого пляжа даже не видно. Ни с нового света, ни с судака. Потому что такая маленькая бухточка. А здесь, конечно, очень высоко. Так что нужно осторожно ходить по этому камню. Мне вот просто интересно, хоть один человек, кто смотрит этот ролик, был на этом пляже или нет? Напишите мне в комментариях. Потому что я здесь был очень много раз. Ну, вот смотрите, сразу видно, что здесь море чистейшее. Водорослей нет. Вода прозрачная. Видно все абсолютно. Но, правда, придется спускаться. Вот там вдалеке, видите, люди идут. Спускаются. Но пляж идеальный. Там вот есть камни. Можно крабов повыеть, попрыгать с камня. Давайте еще чуть повыше поднимемся на камень сейчас. И можно пройти с пляжа на пляж. Видите, там есть мостик. Туда дальше проходитесь, если хотите, на том пляже. А дальше у нас красавец Новый Свет, тропа Голицына. И дальше за нее там царский пляж, мыс Капчик. Ну, а мы сейчас едем в Новый Свет. Ну, как тебе виды? Нравится? Да, круто. На скутере лучше всего ездить. Ну, да, потому что вообще сел, подъехал, спокойненько припарковался, поехал дальше. Что, едем в Новый Свет? Да. Что, едем в Новый Свет? Ну, и сколько стоит на два дня? Три с половиной сутки. А улица какая? Это вот здесь. А, вот здесь, прям рядом. То есть, душ внутри, вай-фай? Все, абсолютно. Три с половиной. Нет, а если выше, то это дешевле, да, на горе? Вы можете поделать условия в таком состоянии. Выше, конечно, что-то нашего послужило. Ну, да. Холодный. Здесь она 65 стоит. Это вообще, конечно, полтоса стоит. Блин, она не холодная, ее нет смысла брать совсем. А что, она вообще не охлаждается, да? Да, вода? В конце, наверное, в конце. Так вообще, реально. Нет смысла ее просто пить даже. Настолько жарко, что даже вода в холодильнике горячая. Вот такой небольшой рыночек здесь есть. Где-нибудь фрукты, лук, персики, абрикосы. Сливы алыча растет у нас прям возле дома. Можно рвать их очень много. Они прям пропадают на дереве. Янжир тоже уже поспел. Так, ну мы едем к пляжу. Сейчас спустимся, покажем вам, сколько людей на пляже. Продолжение следует... Продолжение следует... Идем, гуляем по набережной Нового Света. Давайте я вам сразу покажу, сколько людей на пляже. Здесь, видите, море мутное, непрозначное, потому что здесь песок с галькой, такой пляж перемешанный, и постоянно вода мутная. А вот если дальше туда отойти, по тропе Галицина, там уже море чистое. Но людей, в принципе, много на пляже. Месяц назад я здесь ходил, людей вообще не было. Если хотите еще раз сделать обзорчик, пройтись по тропе Галицина, обязательно туда схожу. Пишите в комментариях. Пройдемся, прогуляемся. Сколько людей здесь. Вот можно зайти, кстати, здесь в кафешке, посидеть с видом на море. Давай здесь по центральной дороге пойдем, там очень много людей. Тебе вообще нравится Новый Свет? Ну, вообще красивый, да. Он красивый, маленький, конечно, да, но сюда больше едут семейные, потому что молодежи, я же говорю, здесь делать нечего. Очень маленькая набережная. И несколько столовых, пару кафешек. Все, больше здесь ничего нет. Но зато природа. Здесь вот, видите, столовая еда, такая же, как и в Судаке. Натуральная косметика. Там дальше я уже показывал, есть парк, можно погулять. Там, кстати, очень много лавочек сделали, зон отдыха. Африканские косички. Ну и все, в принципе, там еще немного можно пройти, и набережная заканчивается. Очень-очень маленькая. В Судаке набережная, по-моему, 2 километра она, то есть здесь, я не знаю, она в 7 раз меньше, наверное. Бургер захотела? Нет, моложеное. Нет такого? Ну, давай, сейчас дойдем до конца набережной, покажем, что там у нас в конце. Есть, вот смотрите, аптека здесь. Сразу. Ну, в основном, одни столовые. Такие полукафешки, можно сказать. Здесь вот есть раздевалки. Кто-то сабы, ну, может, это чей-то саб. Но вообще в аренду, наверное, можно взять. Также есть катамараны, лежаки, навесы. Ну, если честно, очень много здесь столовых. Я не знаю, зачем. Но, видите, их столько много сделали. Потому что вот еще одна столовая. Конкуренция большая здесь. Здесь чебуреки. Продают шаурму. Такая тихая, спокойная набережная в этой части. Ну, все, ребятки, вот такая вот набережная в новом свете. Мы сейчас будем отправляться в Судак. Потом мы поедем отдавать скутера. Поселок Миндальное к Меганому. Кстати, вечером идеально вообще ездить на скутере. Не жарко. Сейчас аномальная жара всю неделю. И едешь, как будто из пушки. Горячий воздух такой от асфальта. В машине хоть с кондиционером можно ехать. А вот на скутере, конечно, очень жарко днем. А вечером идеально. Катаемся здесь по дворам. Туда нельзя ездить? Ну, если вы туда проедете, буквально еще 50 метров. А, на мыс Капчик нельзя? А, туда нельзя, там штраф. Да, друзья, видите, проезд запрещен. Вот 3000 штраф. Да, проезд, если вы метров 50, вот здесь вот проедете. И это самое, там поставите. Та не, мы не пойдем туда. В общем... В общем, ребятки, вот здесь начинается тропа в Можжевеловую рощу. Там можно направо уйти на Царский пляж, а налево по тропе Голицына вы выйдете в Новый Свет. Продолжение следует... Мы поднимаемся все выше и выше, да? На самом деле, в новостеке один раз снимал жилье на самом верху, и вид был просто нереальный. Вот единственное, что можно снять там жилье, это ради вида. Но идти, если нет машины пешком от пляжа, это очень долго. Лучше не идти. Лучше не идти. Разве не помню где-то дома, там дальше идут дороги. Вы на самом деле там просто видите нереальный, может, сходка, 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 сходка. Такой вид открывается, да? Я жил здесь, дом ниже находится. Я не помню, давно это было, лет 7 назад. Ну что, ребятки, мы сейчас возвращаемся в Судак по красивейшей дороге. И оттуда мы уже поедем потом в поселок Миндальное, к мысу Меганом. Погнали! 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 В общем, ребятки, сейчас на заправке произошел у нас казус. Начали искать бензобак. Смотрите, ну, как всегда, открываем бардачок, бензобак должен быть здесь, правильно? На месте аккумулятора. Ну, старая шкультура, помните, всегда здесь аккумулятор стоял, а бак у нас находится здесь теперь. Он на ключе. Будем заправляться сейчас. Ладно, хоть заправщик подсказал. Заправщик подсказал. Я реально пять минут искал, я не понял сначала. Это не первый, кто спрашивает. Я говорю, а где здесь бак? Он такой мультик из всего такой. Типа уже достали. Не знаю, какие колисты такие. В общем, ребятки, будете знать, теперь бак находится здесь. Всё, заправляемся пятым бензином. Сейчас покажем вам ещё одну локацию. Тоже тихое, спокойное место. Раньше здесь был лагерь Шельф. Стояли деревянные домики. Я здесь жил два лета подряд. Сейчас домиков уже здесь нет. Но зато, смотрите, людей нет. И внизу находится байкерский приют. Там собираются байкеры. Устраивают пати. Здесь всё лето тоже отдыхают. Там есть небольшой домик. Здесь сразу у нас идёт обрыв. Высоко. Ну, тоже внизу море, видите. Там везде водоросли. Пляж мне этот не очень нравится. И дальше у нас уже пошла территория Тавриды. Мы как раз сейчас с вами туда и едем. Тоже такая локация. Здесь можно поставить палатку вот здесь сверху. Где-нибудь в деревьях. Здесь людей вообще никогда нет никого. Я не видел. Так иногда машины приезжают пофотографироваться здесь с видом. Видите на меганом и всё. Палатку также можно поставить ещё снизу. Там есть место. А слева у нас Алчак. Ну что, будешь фотографироваться? Да. Да. Давай фотографироваться. Со шлемом? Без. Без шлема? Надоел он. Надоел он. Ну да, в шлеме, блин, у него. У него от ветра вот эта штука себе. Вы голову поднимаете, смотрите, вверх едете. У вас просто сносит. Как будто голова сейчас сломается. Я только что ехала на нормальной скорости. Там 60. Ну, короче, тут закончился спидомет. И он у меня козыреку так долбанул. И всё естественно. И меня шатает. И всё, короче. Да, он резко. Слышите ветер какой? Я еду тоже. У меня раз, голова наверх. Надо либо так делать. Но так ветер задувает сюда в уши, получается. Вот самый оптимальный, вот так. Я вымерял себе. Самый оптимальный, вот так. Нет. Вот прямо, чтоб был. Но это больше никак. Иначе сдует вас. Ну что, друзья. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Притали. Ну что, друзья. Привезли мы скутер обратно там, где и брались. Сейчас Елена расскажет о своих впечатлениях. но это реально очень круто потому что если вы приезжаете там на неделю например хотите покататься на машине вы просто туда не заедете куда вы хотели например съездить а на скутере это очень удобно бензином есть мало заправились на буквально на 200 рублей катайтесь два-три дня идеальный вариант но громко да в общем ребятки меня уговаривают заняться и научиться ездить на эндуро я кстати вам честно скажу ни разу не ездил на мотоциклах ездил ну вот на таких это считается спорт инвентарь получается права не надо но по асфальту ездить нельзя то есть где-то по бездорожью и я все-таки решился и возможно я сниму для вас ролик пройду курс обучения и уже выйдем вот о меганом так что ролик совсем скоро уже будет мне реально будет интересно потому что я не ездил вы с нуля ездили на эндуро за сколько занятий научились сперта с рано через 20 минут я ну до этого на альфе же но до этого я ездила на альфе ну очень долгий опыт но я по факту свет слезал с альфы где-то полгода вообще не подходила к мотоциклу то есть и по факту я села и поехала на него да то есть на нем есть куда мне расти да то есть опыта у меня еще маловато для этого можно позаниматься с нашим инструктором сергея ну пацка он покажет и подскажет как правильно на нем сидеть вообще по факту на них нужно ездить стоя ну вообще да потому что они вы не выпадешь ролика говорят у них нужно поймать тут специальные ножки усиленные у них до что в стоя для того чтобы не бить позвоночник и так далее для этого конечно есть экипировка и все для того чтобы у вас не просаживался позвоночник но что раз вас удобнее по факту ты едет и едешь на полусогнутых коленях это все мы обсуждаем на занятиях меня девочки пришли они ни разу не сидели на мотоцикле от слова совсем я говорю они пришли на тур эндуро для этого мы потом ввели в практику обучающий тур по итогу одна девочка когда-то ездила там что-то где-то она упала и у нее был страх сергей с ней позанимался она покаталась и так далее после этого две девочки нулевые минут через 20-30 то есть они уже катались на 2 на 2 на 3 передачи самое главное это желание не получиться может только у того у кого его ну да многие бы хотели да научишься за два часа ты и покатаешься и научишься ты получишь кучу и плюс еще здесь виды какие мегано море это вот реально в судак это идеальное место чтобы научиться так что ребятки совсем скоро и я это буду делать вот инструктор убегает пока всем привет да здесь уже ребята собираются ехать но я буду пробовать смотрите здесь есть это сколько получается такая эволюшн 140 кубов 140 а тот большой 250 смотрите я буду пробовать с этого маленького потому что на большой еще опасно садится еще ни разу на нем не ездил попробуйся но потом меня уговорю сразу на большой пересечь да то есть получится по-любому получится но если на этом получится управляться не управляться тогда я прямо сразу говорится пересел только только тронулся все на большой привык размер просто переселила высокий он просто так уже помощнее будет так что все будем проходить обучение в общем ребятки меня остановил дпс потому что я ехал без шлема и правильно сделали выписывают мне штраф 500 рублей придется платить 500 рубасов все ребятки без шлема ездить нельзя я что-то что проезжал вас не было вот буквально лидите как мы оказались нужное время в нужном месте еще одни поймали вот еще ребята без каски он сразу все идет еще несет в общем ребятки все выписали штраф получается штраф тысячи рублей за шлем но можно половину оплатить получается 500 рублей поэтому без каски не ездить доставай шлем уселась доставай шлем ну сегодня можно потому что травы это неудобно принесла зашли на веках течение суток можно ладно мы поехали